запись вроде бы идет всем привет кто будет смотреть это видео на ютубе не в прямом эфире я подумал подумал решил что наверно за франков компания лучше проходить на стриме потому что выкладывать на youtube получасовые 40 минутные эпизоды за раз скучновато бить их постоянно эпизоды и так далее а так можно и поиграть и потрендить и компания будет на прохождении что повеселее подсказки от вас я буду получать поэтому играть будем со стримом ладно это комментарий для тех кто смотрит повторе закончился давайте переходить уже к эфиру непосредственно сейчас я себя на планшете открою так это докупил себе deal сишки и поэтому хочу быстренько глянуть фракции которые у меня появились у меня появилась римская экспедиция меня гораздо больше интересуются всякие тонухиды химьяры кто у нас там еще аксум и лохмиды интересно очень ребята и надо будет начать за компанию за кого-нибудь из них за новичков после того как я пройду франков или завалю франков но я надеюсь что франков то я пройду так хорошо что я в steam cloud сохранил себе сейф за франков поэтому сейчас мы можем компанию за ним продолжить пока народ подтягивается я посмотрю куда лучше кликнуть веб-камеру в стратегическом режиме в режиме и так далее так совет и подсказки это просто энциклопедия строки игры советую себя убираем размер метки мы ставим где-нибудь чуть-чуть до серединки здесь пока все убираем сейчас можно альтабнуться надо быстренько запустить стрим на sk2 tv ребята это буквально на 2 секунды все те кто уже потихоньку подтягивался у меня к вам будет одна просьба на время этого стрима давайте не будем такими тухлыми как мы обычно на арене будем немножко поактивнее вести диалог все-таки и прохождение кампании к этому уж полагает так актива стрим 18 онлайн сохранить все на sk2 tv мы тоже вышли всем привет уже подтянулся все сворачиваем здесь куда воткнуть камеру сейчас я буду куда-нибудь и пристраивать сюда куда-нибудь вот сюда пусть пока будет здесь а там по ходу игры посмотрим где лучше место что-то как-то странно она смотрит все поровняем ладно все поехали обратно к игре итак компания за франков который начал полгода назад играя на харде потому что это моя первая компания ватили в принципе до легенды мы с вами еще доберемся обязательно что у нас есть давайте смотреть так 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 события 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 к черту войска в первую очередь войска у меня есть первая армия которая сидит в туле фурде а столица у меня по моему у меня столица нет а еще плюс пара подписчиков спасибо ребят те кто подписался так 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 сводка 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 столица флев по моему этот городочек в провинции которую я не держу нифига тулефорд флев и ангул ангул держит мои друзья это англы англ 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 оборонительный союз торговый союз и право прохода отлично то что надо с логобардами у меня что фракция является ага аниме протектор от окей хорошо данные договора не нападение бургунды договора не нападение серьезно с бургундами тюринги тюринги с ними у меня нет договоров сейчас я кучу поменяю снова я увидел что в таком режиме дипломатии вебка которая торчит справа снизу немножко выбивается из общего не знаю как это сказать в общем она там не в тему как мне показалось поэтому я хочу передвинуть правый верхний или в левый верхний угол надо сейчас подумать на кого идти война изначально компанию начал буквально первые несколько ходов традиционно атакой на западную римскую империю на что мне ребята на ютубе сказали типа все это делают давай чем-нибудь поинтереснее я сказал ну давайте попробуем чем-нибудь поинтереснее и я решил помириться с римлянами попробовать и пойти войной на варваров и там было несколько эпизодов войны с варварами когда все было довольно плохо но потом все стало поспокойнее так 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 что у нас здесь продолжаем смотреть кто у меня враг кто у меня друг франкские сепаратисты меня с ними война что у меня с галами с галами у меня тоже война ну что ж вот с ними мы пока и будем воевать технологии куда я прокачиваю технологии я сейчас изучаю что сейчас изучаю четыре хода у меня осталось вот здесь вот что ли воинской обязанности ну что ж мы тогда добьем воинскую обязанность и потом чужеземные методы осады и военный налог мартин паул привет скинуть ссылку на sk2 tv на sk2 tv такой же стрим будет я не уверен что тебе это чем-то поможет но сейчас кину секунду запись потом по-любому будет на ютубе это я тебе могу гарантировать там можно будет посмотреть без лагов но я удивлен что лагает всего три с половиной мегабита идет поток не должно лагать у меня все на планшете параллельно смотрю лагов абсолютно ноль так 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 значит надо бы разбить франкских сепаратистов гетто это мои друзья лучшие по моему первая армия вторая армия это получается только д в столице где я набираю людей третья армия в колонии агриппина где мы отдыхаем по городам белгика в белгике одежу только агри колонию агриппин где моя голда моя голда голды у меня мало с мораль здесь плохо минус 23 на следующий ход ладно мы пока здесь сидим и восстанавливаем силы три пики одно копье четыре проще однако вну неплохо лангские пикинеры так здесь меня союзники здесь меня не нападение здесь меня не нападение протекторат соответственно я могу сильную армию свою выдвигать это у нас кто это у нас алиманы что у меня с алиманами с алиманами у меня тоже договор о ненападении хорошо ладно тогда будем бить галлов и выдвигать армию сюда здесь нам одной сильной армии хватит тогда мы этой армии ага двинуть меня не можем судя по всему она закончила ход этим действием ладно тогда мы слабую армию передвинем в туле форт во флеве останется чувак с небольшой поддержкой а сильная армия пойдет воевать с галлами ну ладно первый ход вымочили смотрим что будет кто на нас нападет и так далее западный рим у меня все еще война я одно время даже очень не хило от него отхватил но сейчас я обзавелся союзниками должно быть полегче не хочу я с одной стороны эти войны на западный рим учитывая наш план который был создан еще в первые дни этой компании здорово space но с другой стороны можно в принципе воевать со всеми одновременно на два-три фронта дружить только с гетами вообще бы хотел дружить с ютами только потому что на кубке нации на турнире по варенье весной этого года у меня были юты я все еще питаю к ним теплые чувства доход довольно долго тянется восстание белки жители провинции посмели поднять пункт вражеские агенты государственное дело так сейчас разберемся восстание белки смотрим у нас появились еще какие-нибудь пацаны которые не хотят с нами дружить ладно разберемся весткоты появились вражеский агент нашу армию тиранит плохо налет священная земля в белгике построена год в одном из приграничных районов крестьяне из соседнего государства пытается присвоить себе землю вашего подданного решение этого вопроса требует участия в политических делах фракции так давайте посмотрим что у нас тут происходит где у нас тут политические то действия новые вопросы требует вашего внимания почему-то не вижу этих вопросов обычно же тут усвечивается с кем надо разобраться да решил постримить компанию привет носфер но я подумал что по стрим компания все-таки лучше подходит там и со зрителями поболтать попроще не так что все внимание на экран только на бой здесь есть когда здесь есть время заглянуть в чат и расслабиться так ладно мы сейчас не будем отвлекаться ох ты у меня даже есть катапульта как это хорошо мы берем вспомогательную армию какая у них стойка ускоренный марш они отправляются в тулефурт и здесь они спокойно лечатся далее основная армия заходим пока что в город который потихонечку устанавливается отремонтировать его стоит 2400 и мы это сделаем хотят вам не мой город город городок разрушена помню я мне на ютубе там одно время подсказывает что что-то путал с городами наверняка я это еще раз напутаю сменить на торп 8324 руины деревни торп вселение городок укрепленный городок а если буду чинить это будет вик вик это новое наверно не моё ладно пока его починим я помню тут есть какая-то хитрая фигня с тем что здание вашей фракции там здание разных фракций друг на друга не работают пока с этим разбираться не хочу тулефурт все нормально все нормально потихонечку набирается армия пики арбалет и кава чё у меня по финансам по 2400 заход можно еще немножко поднабрать армии но вы пока здесь побудете в таком составе а мы сильно армии выдвигаемся вперед так отогнали ребят и надо двигаться на в густо три верором не уверены что мне хватит сил чтобы взять этот город но посмотрим так надо размяться надо сыграть бой посмотреть как сам производительность идет слушай спейс отпишись у тебя лагает нет у тебя вроде вчера не лагала настройки вообще не менял абсолютно только другая игра налагать не должно я вот это вот удивляет принципе твич должен лагать только если у вас у того кто смотрит слабый интернет не вытягивает но мне все время хочется если я что-то могу сделать как-то исправить ситуацию и пофиксить лаги уж понятно что смотреть лагающие стримы от не кайф так секундочку альтап кое-что проверил все поехали обратно так сил у него немного луки давай меча катапульта а у меня стрелков то и нету да ну ладно будем разбираться копейщиками мечом и генералом так пока не достреливаю сколько дистанции огня моя катапульта заметно еще не хватает все норм вроде ну да у меня такое ощущение что нужно стрим просто чуток посмотреть и потом лаги пройдут сами собой нужно что-то потерпеть и он не знаю про что с ним происходит он вылечивается вот у меня на планшете он тоже первые две-три минутки может идти с лагами но потом все должно быть нормально я сейчас начну издалека бомбить артиллерии у них анагар у меня тоже анагар так что у нас есть обычный снаряд и огненный снаряд есть залп и быстрая перезарядка и увеличивает усталость и стрельба без приказа то есть никаких обилок на меткость нет хорошо хорошо кавалерии ломиться вперед давайте мы кавалерию вытащим и сделаем одну фишечку которая очень люблю в атиле а именно shift плюс правая кнопка чтобы прочертить как бежать отряду это просто лучше нововведение которое есть в атиле и то что его нет в арене это огромное недоразумение я считаю со стороны разработчиков надо было это исправлять так будем стрелять в генеральский отряд тогда мы останемся за границей огня от его анагара чуть-чуть осталось буквально кто у меня есть у меня есть германский новобранция есть германский боевой отряд который собственно ответственен за основное производство грязи на поле боя которые ответственны за основные фраги я попробую кавой заехать к нему в тыл чтобы попробовать незаметно выбить катапульту так пошел огонь анагрой стреляет в кого попадут моих ребят ладно анагар будет стрелять в анагар пехота пешочком идет вперед пожалуй только мы им прикажем немножко строй то раздвинуть так мой залп отлично минус 2 осадной машины давайте огненные стрелы и перезарядку чисто ради красивых эффектов стрелять будем в центр три машины из четырех разнес все хорошо кавалерия может заняться оставшийся так нужно отказываться от привычки из арены кликать только один раз потому что здесь отряд умеет не только бежать но и идти шагом я думаю этот бой в принципе можно выиграть буквально в два отряда в три отряда генерал топоры и кавалерия сейчас мы выставим фалангу отставить не то приказал не то приказал катапульта в лук нет все катапульта свое отстреляла уходи назад здесь ребята должны стать фалангой но так как мы двигались этого возможно не произошло топоры сюда кого атакует лук сейчас мы кавалерия перерубит луков я отправлю на помощь отряду германских новобранцев генералом я пока не хочу искать а возможно мне придется это делать топоры справиться с этой задачей и врубится в тыл во время артиллерии мы до конца дарубили один отряд пехоты дарубили тоже до конца луки готовы нистовство плюс 10 ближний бой и 50 процентов усталости что у них с усталостью в свежее нистовство можно включать кавалерия пусть гоняется тогда за пленами а здорово фэр рейдж на высокой сложности играем не легенда так паров можно оттянуть назад сделать чардж кавалерии 12 пленных нет ради них я вперед не побегу здорово кошмарич сегодня у нас не арена в кои-то веке сегодня у нас от сила хороший чардж получился много народа не позбивали эх я помню офигительные чарджи были все гони всадники яри они тогда с разгона могли швырять свою нагинату в грудь стоящему пехотинцу и это его убивало и когда швырнувший нагинату садник прижал мимо он ее на скаку выхватывал из трупа и продолжал дальше драться это было офигенно так полководца добили вроде бы сколько тут осталось 8 человек сейчас добьем полководца попробуем догнать этот отряд ладно полководца в ноль этих на этих можно забить тоже вчера в отеле зависал да да что-то мы вчера рубанули прям в арену от его тиле значит зависал а чё ты пиратку то купи лицензию она щас по скидке очень дешевая здорово хеллплеер так надо себе напоминать почаще заглядывать на чат в чат на этом на sk2 tv хотя там признаков жизни может и не быть да там пока признаков жизни нет так решительная победа всех убили в ноль ну отлично выкуп рабство убить пленных убить пленных противник погиб отлично так кого-то мы можем прокачать или чё это значит чё это значит или у меня здесь ходит до 2 очка у нас есть и так альвин альфин судя по всему совсем новый полководец рвение и волк так пища пища боеприпасы хитрость ладно пусть будет так можно двигаться дальше что у нас здесь августа тривер урум без прикрытия это надо брать и мы будем брать на следующий ход да у меня видос был на эту тему но там я удивительно я помню что этот этот видос под мегадес потому что он там у меня я ревсадники врубались тыл какому-то отряду там было что-то типа 180 врагов за 5 секунд там очень красивый получался так колония гриппина здесь все нормально по-моему мы толком ничего сделать не можем поэтому конец хода здорово зектор 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 новое достижение пленных не брать ты за орду играешь или оседлый образ жизни ведешь я буду вести оседлый образ жизни почему так долго так стройки настройки игры для настройки компании здесь настройки компании да ограничено сохранение в облаке бой 40 минут сложность очень высокая все будет нет продолжаем что-то более много мне подсказывает там показывает по моему купила в итоге сегодня себе все дел сишки и танухидов но этих дюну спайс и червя последний дел си и римскую экспедицию сначала хотел взять только рим а потом зарплаты взять взять танухидов а потом подумал какая разница чего 300 рублей не найду что ли и в итоге взял вражеское агентство действие критическая неудача ладно восстание неминуемых белгике здесь все еще все плохо так это кто галлы галлы в таком количестве они моей столице не опасны давайте мы столицы переведем небольшое подкрепление сюда возможно это место будет успокаиваться до налет лев что кто а вот эти ребята понятно повышен ранг конрад место колонии агриппина белгика давайте посмотрим где мне этот друг семейные скидки до скидки сейчас в стиме ну по-моему на телу там сейчас 50 процентов сейчас я гляну быстренько да тело сейчас можно взять за 500 рублей вообще божеская цена за такую игру здорово генем пера почему франки потому что давным-давно я начал эту компанию за франков если быть точным это по моему был апрель может быть даже март нет копе копал в мае значит компания начал тоже в мае начал тогда за франков и вот сейчас пытаюсь установить эту компанию и поэтому до игру за франков но потом я хочу начать за кого-нибудь из новых ракций это зависит от того как пойдет эта компания в компании мне как мультиплеер игроку конечно гораздо интереснее именно вести бои чем на глобалке тыкаться надо привыкнуть к глобалке надо вспомнить ее правила точнее выучить потому что все таки в отелях толком никогда не знал так можно ли мы можем ли мы проапгрейдить город я пожалуй оставлю деньги потому что они пригодятся на успокоение вот этой колонии здесь кого можем нанять кавалерия наемные французские пикнера пригодятся французские топоры тоже пригодятся но пока денежек по берегу здесь вам нужно убрать стойку поставить обычную восстановите чистость нужна нормальная пехота но пока обороняться не от кого можно сэкономить пехоту не брать да надо добить это дело чести а то я по-моему свое время на сёгунскую компанию не добил ну там оставалось то в принципе взять только киота и продержать его год что по сути это просто закидывание мясом ну сам с одним стеком не прошел взял два три пять восемь это было уже неинтересно но тем не менее логической точки не было так а давайте попробуем взять город сходу без всяких осадных орудий попробуем катапульт разбомбить стены я не знаю удастся это или нет мне кстати гораздо интереснее смотреть как кто-то играет в компанию чем самому не играть не знаю видели ли вы стримера стримит этот турумба тв из германии парень бородатый такой мордастый вообще он ну и как играет не скажу хорошо или плохо я пока два-три вечера его смотрел в сражениях традиционно слабоват как синглплеер игрок в компании вроде неплох на легенде играет но вообще такой спокойный чувак у него такой очень спокойных стрим теплый ламповый и вот смотреть всегда интересно как он играет а почему-то самому в компанию выбираться было не очень интересно может быть не интересно соло было на стриме с разговорчиками должно быть повеселее а поэтому прошу чат быть поактивнее потому что когда вот мы играем в арену почему-то чат вообще мертвый чат мертвые чат сидит молчит 15 зрителей чат молчит заходишь на любой буржуйский стрим три зрителя идет активный диалог так чё-то как сильно лагает кто у нас пойдет первым подстрелы германские новобранцы броня 18 чё у них с блоком ну-ка да многим игрокам нравится больше смотреть я вот например не знаю спорт футбол люблю посмотреть но играть в него не люблю так 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 где у них защита то от снарядов не вижу миссия блокчанс 25 а у вас германский боевой отряд миссия блокчанс тоже 25 небольшие щиты у пик наверняка десятка или что-нибудь такое есть ли у пик ff по-моему тут нету пик ff можно через них проходить но давай мы сразу протестируем окей так миссия блокчанс 20 щиты у них поменьше в принципе не имеет никакого значения чё я сейчас дальше нажму мы пики прожимаем фалангу почему так тормозит что за фигня так фаланга нет да не фаланга это так это порнография вам в первую очередь надо разбить ворота а по мне что в ответ стреляют или мне показалось мне наверное показалось ассортных орудий я у них не вижу летят 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 отлично так боезапас крайне ограниченный поэтому важно разбить ворота но если мы полезем ворота ох там потери будут колоссальные так пайкмен пайкмен и стоит в фаланге проходим через пику нет френдли файра тут нет ну что ворота почти раздолбали сколько я знаю языков я знаю два языка английский и русский альта мне чтобы не тормозило почему то не работает я вот уже сделал давайте еще раз сделаем обычно это чинит фпс но сегодня что то не помогло оп 37 10 фпс накинуло вообще конечно аттила в правильной производительности и просто конченая игра так минус ворота супер теперь можем ли мы раздолбать стену так чтобы прямо по ней подниматься я в этом не уверен давайте посмотрим что сделает комп как он переставит свои отряды сколько у меня осталось залпов пять залпов хватит ли этого чтобы разбить стену я сомневаюсь хватит ли этого чтобы разбить пару башен уже больше похоже на правду давайте мы будем бить башни у меня порой до сих пор такое ощущение что второй медивил выглядит лучше чем рим второй чем тем более наполеон с империей потому что как там красиво рушились здания как там рушились стены как там падали башни это феноменальная красота а еще я недавно думал что гораздо местами аутентичнее смотрится даже первый рим за счет того что там над войсками есть баннеры что у них есть флаги есть и у них есть отдельно командир знаменосец то есть там у пехоты например не 80 человек в отряде 82 всегда есть командир знаменосец это круто здесь этого нет и над отрядом висит только игровая иконка а вот именно в модельке внутри самой ничего нет 21 градус погода в Тольятти у меня стандартное упомя... сейчас просто вам наверное не было слышно уведомление пришло последний залп вышку мы этим не разобьем да последние два залпа вообще не попали так 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 у них есть луки ну что сейчас мы будем терять кучу народу нашему кораблю нечем стрелять теперь надо идти вперед кто у нас пойдет вперед у нас вперед пойдут пики не потому что я жду от них подвига а потому что я жду от них что они быстренько подохнут а в это время в принципе это пехота мы внутри города можем скрывать только одним отрядом топоры ну генерал еще с натяжкой так арта назад генерал тоже рассыпной жалко нет черепахи жалко нет германика поднять щиты нельзя да спейс иногда бывает такая жопа случается так меня уже ведут огонь поэтому не тратим время просто идем вперед вы идете вперед второй волной и вы самые главные мои ребята самые потенциальные убийцы тоже идете вперед генерала придется отсылать второй волной вперед чтобы он тоже дрался потому что он явно будет сильнее лена включи свет пожалуйста тоже темно ага спасибо генерала надо отсылать второй волной и ох много потерь у нас будет вот за счет этого не люблю играть осады сам потому что много непонятных беспонтовых потерь комп когда бы атаковал этот город он бы потерял бы мне 200 человек как бы он это сделал я совершенно не представляю и и и нравится мне здесь что отряды сами по дефолту поднимают щиты красиво это выглядит после арены действительно этому радуешься люди сломлены и пытаются спастись бегством так пики уже на себя достаточно огня отвлекли можно их вести назад хорошо что у нас копья заходят первыми в город они нападут тогда на кавалерию справиться с ней главное довести топоры с наименьшими потерями это главная задача если доведем то мы в дамках если нет то будет тяжело и так копья уже паникуют кавы тут осталось немножко конно разведчики ну это должно просто сдуть наши люди сломлены они бегут и сейчас мы будем просто давить 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 так топоры рубаем френзи вы рубите мечи копья ваша задача бить кавалере будет обидно этот бой проиграть за счет того что я поторопился и пехота бб снаряды если есть швыряет классно что ты имеешь ввиду под пехота бб не понял тебя поясни пожалуйста топоры мои паникуют есть ли у генерала какая-нибудь обилка на мораль топоры 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 не паникуйте я вас умоляю так мы остались без топоров послать сюда еще вдобавок мечи давайте попробуем кавалерию в смысле короче это была не самая лучшая идея атаковать этот город без экипировки и возможно нас сейчас ждет обидное поражение все еще по привычке пробуй единичкой выделять войска легион и легион хо-хо-хо тяжелая пехота ближнего боя а чем я ее буду вскрывать мне ее нечем вскрывать по-моему этот бой мы слили мы тут можем оставить всю армию но возможно удастся прорваться кавалерии если это мы сможем сделать кавы заехать в тыл перерубить луков деморализовать пехоту тогда мы справимся чувствуя что генерала можно потерять в этом бою все таки производительность ватильи отвратительная в первой или второй меди был отряд который раскидывал пехоту у врага что в воздух подлетали это скорее всего слоны в Риме и слоны во втором меди точно были слоны во втором меди это скорее всего они кавалерия не убегай я тебя умоляю не убегай родная все что тебе нужно сделать это уничтожить лучников вроде же они дрогнули а вроде дрогнули 45 человек осталось сколько них врагов 60 много они нарубили кава 27 доезжает сюда ворота пали кто как кем непонятно я думал по вахе будет классическая total war а там шахматы какие то ты что имеешь ввиду говоря что шахматы вроде очень похожи на классическую total war ну по крайней мере вот я боевку посмотрел все выглядит один в один как я ожидал от total war в Вархаммере просто другие юниты механика по моему один в один так топоров у нас уже не осталось да ах и резервов у меня не осталось ну что будем закидывать мясом тут бы главное генерала не потерять пусть станет как-нибудь вот так потерять генерала это все слиться захватил те поворота вот и пали ну может быть может быть выглядело это явно странно так здесь мы все взяли баррикады рубим баррикады какой-нибудь отрядик надо явно отправлять сюда на помощь кто у нас тут есть восемьдесят восемь давайте вы интересно ваших напарников четырнадцать так здесь надо брать ключевую точку здесь надо убивать лучников все разошлись генеральчик ты пока куда-нибудь вот сюда где тебя никто не убьет давай быстрее фух ну ничего вроде бы город взяли проблем остаться не должно Total War Warhammer новая игра нет ну я не знаю что ты там видел по ней было буквально может быть даже один видос битва у громового перевала где гномы дерутся с какими-то с гоблинами что ли я абсолютно не знаю лорвахи поэтому не могу сказать точнее но это выглядело абсолютно один в один как выглядит любой другой Total War начиная наверное с первого рима просто до первого рима я еще не играл не могу сказать как выглядели другие Total War владелец Галлия флаг он хоть опускается или что да он опускается все нормально баррикада очень долго стоит интересно от чего зависит скорость разбора баррикад от типа оружия наверняка по-моему разработчики писали что да был какой-то патч который убрал возможность точнее ослабил возможность факел он что ли убрал короче ворота теперь топорами вырубаются довольно эффективно остальные тоже могут рубить ворота да уж очень долго перехватывается остальные тоже могут рубить ворота но например мечи там это делают медленнее фуф давайте ускорим ничего тут интересного не осталось сто человек сто процентов тьфу ты еще не все выиграно я то думал мы уже все красавчики а мы нифига так мы захватили basic amount of так нам нужно еще разбить один отряд комментариев Golden Angel 53. Тяжело будет их разнести. Но надо окружить. Могу ли я зайти с тыла? Могу. Кто пойдет в лоб? В лоб пойдет одна пика, две другие пики. Пойдут сюда. Надо взять вот это. Есть ли у нас еще ключевые точки? Есть. А, ты хотел 40 тысяч, а вышло про волшебную фигню. Ну, 40 тысяч на движке Таталвара. Это была бы кончена игра. Абсолютно. Я вообще не понимаю тех, кто говорит, что хочет Первую Мировую, Вторую Мировую на движке Таталвара. Это не та война, которая велась отрядами. Это война, которая была окопами, танками, артиллерией, самолетами, флотом. И это будет совершенно не та игра, которую мы любим. Это будет что-то непонятное. Так, надо быстро перерубить луков. И двигаться вперед. Просто Таталвар это именно основа Таталвара. Отряд, 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 отряд. Это группа, вот, которая так выглядит. И теперь представьте себе, что вам надо торчать в окопе или там весь бой вертия артиллерии. Это совершенно не то, как мы все подсажились найти. По крайней мере, я буду очень недоволен. И Вторую Мировую, наверное, даже не куплю. Я многое готов Таталвару простить, многое готов купить не глядя, но Вторую Мировую, пш, нет, спасибо. Сега зарегистрировал домен Dawn of War 3, не знал. Ну, может быть, что-то повахи 40 тысяч, конечно, сделают, но... Не знаю. В 40 тысяч я немножко играл. Господи, меня стреляют со всех сторон. Так, все готово. Быстренько сюда. Нужно бить их с двух сторон, иначе эти тяжелые копейщики меня остановят. Основной удар должен идти стыла. Да блин, вот это дальнобойность. Вы сюда, вы сюда, вы сюда. По привычке из арены приказываю все еще двигаться одним кликом. Надо отучаться. Так, выставляем фалангу. Металки у меня есть? Нет, металок у меня нет. Так, что мы имеем? Отряд с натиском 16 и броной 53. А фалангу он не убьется. Поэтому фалангу он в лоб должен скрыть. Генерала можно выставить сюда, чтобы возможно отправить его в тыл. Но как-то не очень удачно они вскрывают его в лоб. Неплохо фаланга стоит, очень неплохо. Вы бегите сюда. Так, пора генералам ударить во фланг. Немножко разочарован я производительностью Attila. Может быть сейчас графику будет снижать. Маловато мне FPS. Я привык везде 60 иметь. У меня не самый супер крутой комп, но блин. Если у меня GTA 5 и Ведьмак 3 на высоких настройках спокойно идут 60, что позволяет... Что этот ниггер себе позволяет, цитируя фильм. Джанг освобожденный. Фух, отлично. Это был очень неудачный бой. И мы потеряли очень много народу, которого не следовало терять. Опять я забыл про проверку чата на СК-2. Надеюсь, не упустил ничьих вопросов. Но если упустил, то сейчас на них отвечу. Потери 829 человек. Это просто пипец. Ну, вообще, нормально такие потери, когда броняющихся 500 в атаке 1300. Такие потери приемлемы. Но компы этот город бы взял с потерей в 300 человек, мне кажется. Это даже немножко читерство. Ну что, город мы взяли. Что там у нас? Здорово, Дримик. Раньше смотрел тебя на Ютубе, а теперь и на СК-2. А привет, спасибо. Да, привет. Так, захвачено поселение. Мы это поселение оккупируем. Нам нужен еще один большой город со стенами. И он добавляется в нашу коллекцию. Сколько сейчас FPS? Ну вот в бою писало мне 35-40, но по ощущениям было 15-20. Сейчас на карте кампании вот 40-30. Мне это не нравится, поэтому давайте мы что-нибудь уберем. Ах, ладно, САО. Зона резкости. А, зона резкости. Дептофилд. Выкол. Отражение. Выкол. Кстати, я ни в коем случае не ставлю портреты на 3D, потому что они выглядят просто отвратительно. Я не знаю, зачем они ушли от каких-то стилизованных картинок и перешли к моделькам на движке игры, которые выглядят убого. Но какая-нибудь просто хорошо нарисованная иконка смотрелась бы лучше. А сейчас эти говорящие головы, у которых ни графики, ничего. Так, сносим, сносим. Это у нас что? Лагерь рисорубов. Древесина и богатство. Чиним. Муниципи. Чиним. Потому что дешево. Вик. Это здание недоступно вашей фракции. Оно не только не приносит пользы, но может причинить вред. Нужно перестраивать. Перестройка стоит 7000 денег. О-о-о. Ну что ж. Ну что ж. У нас есть два больших города. И нам нужно знать, что тут творится в Дуракортуруме. Это последний город, это провинция, если я не ошибаюсь. Да, это последний. Мы поэтому пойдем туда. Здесь войско, здесь войско. Здесь все тихо, мирно. Есть ребята, которые нас напрягают. Почему Туллифурд недоволен. Я не понял. Так. Стали поселения. Налеты. Ага, понятно. Нужно расправиться с этими ребятами. В принципе, моя армия слегка оклемалась. И можно отправиться убивать вот этих вот налетчиков. Чтобы они нам не мешали и не рушили мораль города. Минус 12, минус 12. В принципе, терпимо. Пока ничего смертельного. Строить я ничего не буду. Поберегу деньги для недавно захваченной колонии. Здесь все есть. Здесь все есть. Что у нас там в дипломатии? Можно ли с кем-нибудь заключить торговый договор? Лангобарда. Давайте попробуем. Низко. Выплаты. Давайте я дам вам 700 монет. Низкая. Ну, попробуем. Вступить в войну с алиманами. С алиманами у меня договор о ненападении. И это мне пока не нравится. Поэтому нет, не хочу. GTA 5 и Ведьмак 3 оптимизированы под многопоточность. Ну, в принципе, да. По-моему, именно боттлнеком-то на таталварах является именно процессор. А учитывая, что его нагружает еще дополнение ко всему стрим. Нетрудно догадаться, почему так просаживается FPS. Хотя, если я уберу тени, то FPS должны прирасти значительно. Но я пока не хочу убирать тени. Возможно, все-таки я это сделаю. Когда играю в компанию, мне все-таки хочется красот. В арену, когда играю в мультиплеер, там пофигу на все. Главное, чтобы все было четко. Там главная победа. Конрад и первая армия. Где моя первая армия? Первая армия взяла город. Боевые потери снижаем. Опыт боеприпаса для стримков. Боевой дух в битвах с римлянами. Битвах с почевниками. Рост это провинция. Богатство. Давайте мы вот так вот сделаем. А это что? Содержание, пополнение. Пока по единичке все вкачаем. Потом будем выбирать. Так, Конрад у меня еще не прокачан. Губернатор Белгики. Белгика это у нас где? Это вот здесь? Да. Так, что мы будем тебе качать? Хитрость, строительство, защита, пища. Пища, пища, пища. Боевые потери. Ладно, пусть будет хитрость и стоимость строительства. Все, готово. Поехали дальше. Может быть, наша машина. Пища, пом intimid incidents. Хитрость. Пища, пом gently. В Наполеоне все сражения можно было выигрывать, по-моему, вообще одной артиллерии. Я помню, играл компанию, все, у тебя одна-две артиллерии, шрапнель и полный вперед. Это в Империи, там ты на полную дистанцию стрелял только ядрами, а шрапнель и картечь стреляли гораздо короче и ближе. А в Наполеоне, по-моему, шрапнель стреляла или картечь на фулл дистанцию, и там можно было выкашивать две трети армии, когда она только шла на тебя. Потом она доходит до тебя, твоя линейная пехота выстроенная, растянутая, как положено по мультиплеерным правилам, давала три залпа, и все, противник заканчивался. Восстание в Белгике. Государственное дело. Мы, господин, хотим устроить великий пир и позвать на него лучших людей. Кого нам следует пригласить? Давайте подумаем, кого мы будем приглашать. А где события-то, на которые надо реагировать? Народ, подскажите, что-то я забыл. А, все, 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 сори. Вот оно. Мы хотим устроить великий пир. Пригласить соседей. Пригласить союзников. Но на пир надо приглашать именно союзников. Мы пока еще не настолько крутые, чтобы приглашать всех подряд. Бальдамар. Стоп. То же самое. Ладно, снова приглашаем союзников. По-моему, там был спор про территорию. Да, Кошмарич, спасибо, я нашел уже. Так, 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 так. Это было первое событие, которое требовало реакции в восстании в Белгике. Надо посмотреть, кто восстал. Это у нас что? Мятежная армия, западно-римские мятежники. Блин, как-нибудь эти анагры бы себе захватить? Это было бы неплохо. Снос завершен. Снос завершен, водоем. Что-то у меня продолжает огорчать количество FPS. Давайте отключим тени. Так, нет. Трава и деревья в максимальной производительности. Слишком много травы и деревьев. По-моему, это практически не влияет на графику, но на карте компании, учитывая, сколько их тут, может помочь. Вроде бы помогло. Бесконечные патроны для арты согласен, читерство. Но вот бесконечные патроны в варенье. Это must have. Я считаю, что они там должны быть бесконечные всегда. Так, здесь армия из восьми отрядов. Чем мы ее можем встретить? Пиками, прощами и одним отрядом кавалерии. Так, подойдем поближе. Наемный германский боевый отряд. Они могут доставить нам проблемы. Поэтому нам нужно кого-нибудь взять в бой к себе дополнительно. Пика, 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 пика. Так. Я как про покемонов, блин. Пика, пика. Один отряд топорников. И еще один отряд францких пикинеров мы возьмем, чтобы этот бой гарантированно спокойно выиграть. И потом их сразу же уберем, чтобы не тратить много денег на задержание этой армии. Так, 900 против 600 человек. Деремся. Здорово, Вась. Да, все-таки компания обычно смотрит побольше. Ты сам-то что, в арену играешь? Я, может быть, сегодня в конце дня приду в арену, может быть, нет. Не знаю. Постримить хочу часа два-три. Потом по настроению, как пойдет компания, как количество зрителей будет, как они себя вести будут. Будут молчать, уйду, будут разговаривать. Останусь. Туман не хочу. К тому же у нас много стрелков, нам туман не выгоден. Дождь не хочу. Сухая погода. Окей, пойдет. Ох, твою мать. Укрепленный лагерем. Нет, это мы драться не будем. Это бесполезно. Мы тут оставим всю армию. Я помню один такой бой. Нет, у меня все вышки расстреляют. Без арты на это идти, это самоубийство. Без арты, без отрядов, с нормальным армором туда лезть, это было бы полное самоубийство. В поле я бы их раскатал. Так, нет. Обидно. Так, я что, сейчас еще потери понесу, что ли? Нет, не понес. Все нормально. Ну, разве что потери в боевом духе своем. А так, нет. Да, что-то я не посмотрел, что они укрепились. Сколько мне будут стоить мои наемные отряды? Они, кстати, как-то должны обозначаться, по-моему. Да, вот они обозначаются вот этим вот значком. 360 заход и... 370 заход. А могу ли я кого-то нанять поинтереснее? Да, могу. Поэтому давайте мы от наемников избавимся. Ну что ж, это была глупая трата денег и времени. Так, мне нужна нормальная пехота. Стоп, это наемники. Не туда зашел, сори. Так, мне нужны... Мне нужны кто? Ка во мне однозначно нужна. Франкские пикинеры, германские всадники. Хотелось бы, конечно, видеть и тех, и тех. Но одного франка нам пока что хватит. И по пехоте. Нам нужен топор, желательно. Топора мы взять не можем. Мы можем взять богоудов. Богоуды это говнище. Вот, франкские застрелщики. Пехоты нет. Ладно, возьмем тогда еще один отряд в германских садиках. Этого должно хватить. Здесь все спокойно. Колония Агриппина, перестройка. Перестройка стоит 6500. Здесь. Это здание нам не принадлежит. Сносим, это тоже сносим. Это перестроить. 16 тысяч. Офигеть. Вот это цена перестройки в Атиле. Охренеть просто. Так, нужно разобраться с повстанцами. Не будем тратить время. Быстренько разобьем их. Обратим в рабство, чтобы слегка восстановить. Противник погиб в битве. Хорошо. Возвращайся в город. Держи мораль. Здесь нужна нормальная пехота. Нормальной пехоты мы нанять не можем. У нас ни одного военного здания в этой колонии нет. Офигеть. Офигеть. Пока откладываем деньги. Продолжаем их беречь на перестройку новых зданий. Поехали дальше. Альфвер. Альфвер. Поговорец с третьего уровня. Это у нас лидер первой армии. Да. А в семейном древе он у нас кто? Вообще. Фрамунда я помню как потерял. Таудемер еще жив? Губернатор Фризи. Так. Это что получается губернатор? Где у нас Таудемер? Губернатор Бальдарих. Гильдафонс. Ага. Он у нас чисто государственный деятель. Окей. Кандидаты. Другие семейства. Конрад Альфвин. Он из другого семейства. Окей. Ты у нас лидер основной армии. Что мы с тобой сделаем? Раз. Командир пехоты. И командир пехоты. Топоры умерли в автобое? Нет. Да? Топоры умерли в автобое. Точно. Обидно. Проклятый автобой, а? Надо было не тратить. Надо было, точнее, наоборот, потратить время. Ну, что поделать. О, здорово, MoonbeamFox. Как у тебя делишки? Да, я немножко воскрес. Снова играем. Снова на SK2TV. А по-моему, на SK2 можно было как-то сделать так, что автоматически на SK2 ты видишь чат и твичевый, и SK2-шный. Это реально так сейчас или нет? Да, это реально раздражает, когда теряешь самые ценные отряды. Согласен. Ага. Он желает подраться. Так, что мы имеем? У меня есть один отряд Кавы. У меня есть один отряд Кавы. Честно говоря, шансов у нас практически нет. Но отступить мы не можем, поэтому нам ничего не остается, как драться. А что за карта? Возвышенность у нас есть. Ладно, может победим. Попробуем. Зависит от того, как сыграю Прощами и как сыграю Кавы. Вот этот один отряд Кавы должен сделать мне весь бой, хотя вот это и вот это перебить Кавой, да еще при наличии артиллерии тяжеловато будет. Даже если мы сейчас потеряем эту армию, у меня там рядышком стоит еще одна и там уже есть арбалетчики. У него полный отряд Кавы, но это Кава застрельщиков. Ладно, посмотрим. Я надеюсь, что он насадится на мои пики, когда пойдет в лобовую атаку. Хотя не так уж у меня и много и пик. И не так уж у меня много рельефа для обороны. Прощи, рассыпной строй. Пробуйте брониться здесь. Ну ладно, давайте попробуем встать в оборону здесь. Глубочайшая фаланга толщиной в одного человека. Ровно. Надо хотя бы вот так их выставить. Копейщики резерв. Генерал резерв. Так, вам пока нет смысла стать фалангой, вам надо стать как можно шире. Кавалерия. Куда мы отправим кавалерию, кого надо как-нибудь заныкать. Это очень важный отряд. Возможно, самый важный отряд во всем бою. Фух. Артиллерия. Сколько у него есть залпов? Десять залпов. Посмотрим. Упс. Можно вести бой вот так. Это то, что мы ждали, фаланганты. Фаланганты! Да, фаланганты франков – это лёгкое разочарование. Два топора. Тяжёлая пехота с топорами. У-у-у. Наверное, германские коннорсбольники. Ладно, их я могу прощами перебить. Но чем я буду разбираться с топорами, я совершенно не представляю. Только если кава удачно заедет. А сейчас мысленно сижу и думаю, если я кава сейчас заеду сюда, то я подниму тысячу очков на одной арте. Это мысли из арены. Не торопится арта в меня стрелять. В принципе, ты чё? Мы даже прощами можем очень долго бегать. Их растет. Попрошить его просто за счёт того, что прощи замедляют. На четверть. Так, подъехала артиллерия. Пробафлась. Впрачников, спасибо большое, Комп, что ты всё ещё тупой. Кого надо перебить фокус фаером? Копейщики, пройдут ли они на нас вперед? Не знаю Вставать мы будем практически красной линией Но все-таки вплотную красной нет Я бы не хотелось бы вставать красной линией Так как я сейчас стою Но мне нужна возвышенность Мне нужна хоть какая-то возвышенность Поэтому мы вынуждены использовать все, что у нас есть Главное снести каву и снести топоры Копья будут перебиваться моими копьями и пиками Это вот хватит, чтобы их перебить Прощи, две правых Прощи должны перебить топоры и должны перебить метателей Генеральский отряд сбежит сам в конце боя Арта либо расстреляется, либо я до нее доеду артиле Доеду до нее кавой Так, поехали Он что, чаржит решил? Он решил чаржить, твою мать Он не тупой Нет, он тупой Он не чаржит Но вообще да Что-то я не подумал о том, что комп-то периодически может включать мозги Так, для поднятия морали Для поднятия морали мне необходимо сейчас Бегом, быстрее, ребята, быстрее Вы что такие медленные? Охренеть можно Фаланга стоит? Стоит Фаланга стоит? Не стоит Так, топоры загрызь в бок Это хорошо Враги напали на полководца Полководец, давай бегом Очень медленно прощи бегут Просто феерически медленно Очень медленно генерал убивает Так, без одной прощи я уже остался Пошла атака в гору Ко на пике Пики должны простоять Я очень на это надеюсь Так, генерала сейчас похоронят Если мы его не вытащим Оставаться без генерала я не хочу Поэтому генерал будет бежать до последнего Нужно замедлить топоры Срочно нужно замедлить топоры Для этого меня нужна проща Вроде бы убегу от них Да, замедлить удалось Так, что мы имеем Вам стрелять сюда Вам встать сюда Вам бомбить в топоры Пусть топоры бегают за генералом Это не самая плохая ситуация Которая могла сложиться Да Ты пошла? Так, так, так Продолжаем бегать от топоров Кава освободилась Все пока складывается неплохо Как стоят наши паланги В паланге Нормально стоят Могло бы быть получше Стрелять генерала Вам никуда не идти Вам стрелять генерала Тебе, герой наш, бежать Так, здесь надо врубиться Врубиться в генерала однозначно Хотя будет ли это удачный чардж Не знаю Возможно не стоит ни в кого врубаться Возможно стоит просто постоять на месте Вам перейти вот сюда Как у меня с боезапасом? Пока жить можем Что-то как-то Ага, они перешли в режим чарджа На чарджу отряда в повышенную скорость На чарджу отряда в повышенную скорость Поэтому Могут быть с этим проблемы Так, здесь все становится хуже и хуже Генерал И генерал Автокаст Так, вам нужно разбежаться Мне нужно одной прощой замедлить их Чтобы генерал оторвался Так, что же мне делать с его копейщиками-то, а? Тяжелая пехота Средняя угроза Ну еще бы К сожалению, у моего генерала нет прекурсоров Он не может ничего кинуть Паникуй, твой генерал Ес! Так, патроны закончились Плохо Топоры успели забрейситься Но чардж будет удачный Полководец мертв Фу, победа Здорово, пумба Топоры не вырежут пол армии Топоры не добегут до меня Пауза, почему пауза? Это победка Так, есть боезапас, не стрелять Есть боезапас, не стрелять Кажется, удача на нашей стороне Удача определенно на нашей стороне На этих копейщиков можно забить Сейчас пара залпов от прощей Потом эта проща еще добежит сюда И все будет хорошо Так, стреляем Вас сюда Вы будете бить во фланг слэш тыл Что у них? Защита ближнего... Так, броня 47 Плотные ребята Надо бы постараться кавэ въехать в нем в тыл В лоб? Можно Можно попробовать в лоб Но не факт, что такой чардж будет супер успешным Да, отлично Генерал Приготовляется к чарджу И самое время в них рубиться Это проща сейчас подойдет Будем в них стрелять После того, как похарасим немножко Ладно, рискуем Так, 70 человек остается Где-то сейчас должен спадать Моих в ноль Есть, хватило Хватило чардж бонуса Даже для этого Фух Плотный бой, интересный Так, здесь 10 человек Здесь 12 человек Но в них стреляют мои прощи Поэтому сейчас мы дорежем топоры Ну ладно, не будем мелочиться Добьем еще всех Привет, Светнослава Ну, надеюсь, да Надеюсь, стримы надолго Но я уже месяц активно играю Активно стримы Так что я не думаю Что мы быстренько пропадем С радаров снова Я знаю, что в октябре Я пропаду как минимум на 2 недели Потому что в командировку еду Там не будет стримов Там только, может, отложенные видео На ютубе будут публиковаться А больше пока не вижу перерывов Умба, спасибо за подписку Фух, жара Так, мятежники готовы Помимо того, что мы смыли себя позор От предыдущей неудачной атаки От предыдущей неудачной атаки на них Мы еще и убрали минусы на голду И мораль нашей провинции Пограничный спор Что? Это было то странное политическое событие, да? Ну ладно Так, что мы сейчас изучаем? Мы ничего не изучаем Военный налог Станимость найма минус 10 Для пехоты ближнего боя Чужеземные методы осады Позволяет строить средние осадные машины Длительность осады плюс 1 Мастерская столяра Стрельбище Хочу военный налог Я хочу добить эту ветку Чтобы получить дальность перемещения на карте Пригодится Давай, спейс Надеюсь, через полчасика я еще буду в эфире Время-то сколько? Время 7.10 Я уже, получается, час стримлю Ну, я планировал часов до 9 вечера постримить До 8, если говорить по Москве Я думаю, часика 2 я еще поиграю В конце концов, я только размялся Так Много-много-много пик Пусть они восстанавливаются Опять тормозит арена Да что это такое? Так Альтап-альтап полечил Ребят, я отходил? Я снова тут Так-так-так-так-так Это у нас кто? Это агент Надо бы от него избавиться Это моя армия Которую надо перестраивать Столица минус 6 Здесь минус 6 Почему минус 6? Что такое произошло? Налоги, события, сложность, вопросы, вера Военное присутствие, постройки А, все, теперь изменилось? Окей Так, в этой армии Три пики, копье, 4 прощи Нахрена мне 4 прощи? Ну, пока ничего лучше нет Пусть будет 4 прощи Надо бы нормальной пехотой нанять Но пока не могу Амбар Санитария и пища Санитария и пища Огражденные поля Отдает гарнизон Франкские пикинеры Богоуды Позволяют нанимать Германские арбалетчики Свободные люди Спасибо Так, свободные люди Где мне у них нанимать Нормальную пехоту-то Я не пойму Дом вождя Германские всадники Что, нормальную пехоту Мне пока не видать С камерой все нормально Я просто не один живу Поэтому Когда у меня девушка По квартире ходит Она периодически просит меня Камеру выключать Я ее просто задираю вверх Как только она перестанет ходить И мешать моему стриму Я все сделаю как надо Далее Надо избавиться от агента Значит, мне нужен свой агент На данный момент Кандидатов нет Почему? Рыночные лотки Святилище воинов Черток вы начальника Рыночные лотки Как мне построить Рыночные лотки? Центр города Рыночные лотки Окей У меня есть центр города Священная земля Дом вождя Лагерь лесорубов Строительная площадка Амбар Стилище охотников Хозяйство Центр городка Мастерская ремесника Ладно Строим центр городка А это перестраиваем В торм Нормально Кстати, денег мы подняли Секунду я попью Здорово Да, я знаю, что камера не показывает Это все нормально Я это верну Я думаю, минут через 5-10 Так, 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 так Здесь, в принципе, все пока нормально Что у нас с санитарьи? Вроде бы все неплохо С морали тоже все неплохо По религии Германское язычество поднимается Священная земля Дом вождя Центр городка Лесорубы Амбар Свящевич охотников Так Это у нас для Получается Ага Ремесленник Это всякие анагры И апгрейды брони Окей Это ремесленник Центр городка Что мы можем развить? Рыночная площадь Это денюжки Дом роботарготства Деньги Дороговец санитарем Паверна Большой зал О, знатные германские мечники Свободные люди Царская дружина Царская дружина Царская дружина Так Хозяйство Фигенера Ага Это кава Светилище охотников Здесь германских стрелков Могу нанимать? Нет Не смогу Амбар Окей Так Чат Просветите меня Где я могу нанимать Нормальную пехоту? Как Че мне надо строить? Вообще Дайте мне подсказки Че мне строить в этой провинции Потому что я не знаю Сейчас построить что-нибудь левое Я боюсь Монбим Фокс Почему не выкинул деньги На восточные DLC? Выкинул Вот буквально час назад Выкинул и купил Сейчас у меня есть Все тоталвары Которые когда-либо выходили Со всеми DLC Которые когда-либо Для них выходили Всю полную коллекцию Я наконец-то собрал Первый Сёгун Первый Медивол Закупил через Хамбл Бандл Все остальное Напрямую в стиме Вот сегодня взял DLC-шечки Так Мне нужен агент Для этого нужен рынок Рынок я построю Здесь моя армия восстанавливается Надо оплатить копейщиков Да, спасибо за подсказку Германские копейщики Германские Ты всё, Лен? Это чё? Так, чё у нас? Ближний бой Урон Натиск Броня Опа Нифига себе Броня 50 Это уже интересно И это уже становится Тяжёлая пехота Скопим Вот это хороший апгрейд Он мне нравится И эти ребята Уже смогут нормально Дом Вождя всякий Нет Не знаю Не знаю Чё именно строить Для армии Ладно Едем дальше Это персонажи Бальдарих Кто у нас такой Бальдарих? Ага Это генерал Генералишка Пока что я всем командиры пехоты качаю То, что драться надо будет много Пехоты у нас тоже много Да Ох, ох, ох Восточная Римская империя Так, ну это судя по всему Где-то в Испании И это нам не проблема Да, это точно Пиренеи И пока что это не будет для нас проблемой Но почему я это всё вижу Мне непонятно У меня там союзники какие-то есть Строй, хозяйство Нехватка пищи в провинции будет Окей, спасибо Построю Ещё альтернативные мнения Советы будут Испания воюют западом Тут чё есть Реально Испания Офигеть А почему я видел Всё, что тут происходит Испания Так, так, так Испания О чём я У меня есть с ними Какие-нибудь договоры Мы воюем с римлянами Давайте дружить Не хотят дружить Ну и пошли в жопу Лангобарды По-прежнему, наверное, Недовольны мной Что я их сделал Своими данниками Я не думаю, что я могу им предложить Что-то, на что они согласятся Поэтому С мастерских Дают пехоту с топорами Но они пока фиговые, наверное Без исследований С мастерских Пехота с топорами Ну-ка, надо быстренько чекнуть Сейчас, кстати, карта компании Наконец-то расчехалась Вроде бы Ведёт себя достойно Мастерская, мастерская, мастерская Ремесленника Германский боевой отряд О, слушай А чё же я тупанул-то Просмотрел-то Германский боевой отряд Это то, что мне нужно И, по-моему, такую же мастерскую Я построил в своей другой провинции И поэтому там я могу топоры нанимать Причал Дом вождя Пастбище Гражденные поля Амбар Центр городка А я здесь могу нанимать топоры? По-моему, не могу Ладно, здесь у нас будут Основные боевые действия И мне сто пудов нужна Пехота с топорами Поэтому мы строим мастерскую Про еду я совет слышал Помню Построим Лагерь лесорубов Производит древесину и пищу Угу, всё Так, возвращаем лэпку на место Пехота с топорами Это залог победы На этом этапе игры Потому что Всех римлян Тяжелобронировав Мне надо скрывать Кем-то У кого есть Мастерские Только в столице Вроде бы строятся Мне нужны топоры Мне нужны орудия Пробивающие доспехи Чтобы скрывать римлян Так Пятнадцать тысяч Мне надо накопить Чтобы перестроить Это в малый город Давайте мы пока это снесём Может быть Подешевле будет Перестроить Строение первого уровня Так И здесь мы строим Мастерскую ремесленника Судя по всему У нас проблемы с санитарией Вероятность вспышки Эпидемии 3% Но это немного Армия чинится Вот здесь хорошая армия Потихонечку образовывается И вы можете переехать В Тулефорд В основной город Сделать это быстро Так Строить, строить, строить Ничего не будем Надо воевать Надо идти дальше воевать Эту армию можно сокращать Как-нибудь Хотя тут В принципе Всё нужное Ну например Можно убрать Две пращи И взять один арбалет Ещё одну пику Нет Мне нужна ещё одна пика Мне нужно ещё одно копьё У меня будет 3 пики Два хороших копья Пехота у меня уже найдётся Один арбалет Нормально Это уже будет хорошая армия С которой можно крутить комп В принципе Во многих ситуациях Нету агентов Это сильно меня притормаживает Не могу я посмотреть Что там сейчас творится У римлян Надо потихонечку Наверное Продвигаться вперёд Очень осторожно Надо подойти к этим ребятам И забрать у них Отряд кавалерии Мы заберём у них Кавалерию И арбалет А им отдадим ещё Пару пик Вот так И тогда у нас уже Армия очень боеспособна Образовывается Здесь 4 пики Чисто на этих мясах Чтобы оборонять город И этого вполне хватит Вообще не стесняюсь Подсказывать Я в плане компании Довольно неопытный игрок Поэтому Любые подсказки Очень за Очень спасибо Очень ценю Фу, жарко Слушай, я наверное Форт Я открою сейчас шторы Спасибо Субтитры делал DimaTorzok Так, я снова тут Я украл бутерброд Вражеские агенты действуют Хм, куда-то у нас много народа убежало Интересно, что случилось Кто-то другой, интересно, начал стремить Так-так-так-так-так Вражеские агенты действуют Какая-то фигня Дар бы страты Желаю забывать ваше расположение Местный аристократ подарил вам лучших жеребят своего табуна Как с ними поступить? Поставить их в стойло Отправить в армию Продать их Аристократ подарил лучших жеребят своего табуна Если мы их отправим в армию, он может обидеться, мне кажется Давайте мы заработаем на этом деньги Попробуем заработать на этом деньги Так Здорово, Алекс, спасибо Спасибо большое Так-так-так-так-так Что мы строим У нас есть священная земля Рощу Пока рано Дом вождя Потребление пищи минус 20 Нифига себе Нифига себе Мне кажется, музыку можно чуть погромче сделать Если будет заглушать меня, говорите, я настрою Так, сейчас зима Мы дозимуем в городе Наемники мне не нужны Мне нужна нормальная армия Но нанимать мы тут никого не можем В принципе, вот эту армию мы можем использовать как бегунков Выйти в соседнюю провинцию Нанять людей Вернуться Так Вы идете сюда И будете немножко мерзнуть Но это не страшно Вы починитесь меня за следующий ход Вы отправляетесь в столицу Делайте это быстро Здесь мы из вас сделаем нормальных ребят Вам бы надо все-таки дойти Ладно Мне надо донанять здесь нормальных ребят Мне нужен еще один арбалет Мне нужен еще один отряд пехоты И отряд КВ О, я могу, супер Это вообще будет супер армия Мы их наймем, потом они вот перекурят здесь и пойдут на Рим Здесь вы тоже перекурите и пойдете на Короче, та армия пойдет на Дурак Арторум, а эта пойдет на Аргент Арад, окей Чуть реально долго комп ходит Я думал, он это быстрее делает У меня в памяти, в крайней мере, сохранилось, что он это делает быстрее Опа Римляне пришли дружить ко мне Это уже интересно Подросшие жребята дали начало чудесной пародии лошадей, которые заведуют все ваши соседи Опыт плюс два для новых отрядов конец Интересно, моя кава, которую я сейчас нанимал, получила этот баф или нет? Не получила Жопа Ну ладно Так, срок службы Альфина подошел к концу Мы видим еще одного агента Пока ничего интересного Давайте займемся делами Полководец Он был дружинником Мы его, получается, можем на старичную или как это делается? Ага, можем Далее Конрад На дружинника? Валярих Нельзя, что ли? Почему? Не знаю Как это? Что за конченный интерфейс? Господи, кто его придумал? Понятно Наводишь мышкой и видишь, кого можешь назначить Все понятно Но интерфей все равно конченный Я остаюсь при своем мнении Требуемый возраст, требуемый ранг Понятно Здесь мы разобрались Новые отряды кавалерии получают опыт Но нечем Так, здесь у нас есть стены, у нас есть арбалеты Подошла к нам довольно серьезная армия Кто у нас есть в гарнизоне? Так, где информация про гарнизон? У меня что, нет гарнизона? Я помню в Риме, где показывается информация про гарнизон А где информация про гарнизон, реально? Да, это гарнизон германские копейщики Все, что ли? Так, на стенах обороняться от римской армии С кучей-кучей народу Будет тяжко, я считаю Поэтому надо быстро-быстро-быстро подвести подмогу Чтобы мы не потеряли очень крупный город Так, 4 кавы 5 кавы Пики 4, 6, 7, пик 6 В принципе Увление должно быть больше 20 Спасибо, да, не знал В принципе, мы можем дать римлянам бой Рискнуть и дать бой, или не рисковать? Ну что, твич, давай подскажи мне Рисковать или не рисковать? Я считаю, надо рисковать В конце концов, это же игра Так, много пик мне больше не надо Их можно расформировать Буквально пара отрядов мне пригодится 8000 денег Можно что-нибудь отстроить Амбар В пищу Пища рассчитывается по провинции или по городу? Справа флажок от названия города Спасибо, сейчас гляну Ага, вот же точно Да, гарнизон-то, конечно, у меня Хиленький Я совсем недавно играл в кампанию второго рима Там это Где-то гарнизон Там это попроще сделано Так, ладно Пока не буду нанимать еще одну армию Сори, мне звонят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... С пищей. Пищей, пищей, пищей. Почему-то у меня привычнее интерфейс с Рима. С пищей пока все нормально. Мне кажется, не надо выстраивать за собранием. Рыночные лотки. Вот. Вот это мне нужно. Пусть у нас будут рыночные лотки. Так. Апгрейд селение. Давайте, наверное, да, проапгрейдим селение сразу. 4 тысячи еще остается здесь. В Агрепине. Священная земля. Роща. Пища, порядок, рост, религия. Санитария, религия, религия. Давайте вот так. И все. Ну, теперь давайте драться с римлянами. Так, а пока мы грузимся, я сделаю еще один телефонный звоночек. Довольно крупный бой. Две с половиной тысячи на две тысячи. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Надо разбить римлян. Что у них тут есть? Куча копий, один меч, этери что ли. Наверное, германский боевый отряд. Не страшно. Недвуры. Пики, фигня. Кава. Хашки. Плюс конные разведчики. Короче, ничего опасного у них нет. Нам нужно дожить до подхода подкреплений. Мы это сделаем легко, я считаю. Так. Я этой армии в атаку не пойду. сильнее та, что подходит на подмогу. Поэтому здесь мы аккуратненько стоим, если римляне на меня идут. Мы, может быть, похарасим их, может быть, подеремся, на пике их насадим. Может быть, артой их повыманиваем. Но по факту ничего сделать мы с ними не будем. Меня гораздо больше интересует подмога, которая подойдет. Так, вам убрать стрельбу без приказа. Очень плохо видно в арене, в отеле. Зона поражения. Подходит наше подкрепление. Подходят они с удобных нам позиций. Римляне могут попытаться залезть на холм, но это их не спасет. Разбить я хочу топоры, но будем стрелять в центр армии. Самый профитный будет, мне кажется, вариант. Ну, даже еще и гарнизон на помощь подходит. Ну, арта, ну хорош. Ну, хорош глупостями заниматься. Вернись ты на свою позицию. Я-то думал, ты уже стрелять можешь. Очень плохо перетаскиваются иконки юнитов. Это было гораздо адекватнее сделано. Все гоня плавнее, четче. Ну, по крайней мере, перетаскиваются. То ли в Первом Риме, то ли в Медиволе мне приходилось группировать и выбирать группировку, чтобы перестроить войска обратно. Так, как мы будем выстраиваться? Мы будем выстраиваться где-нибудь вот здесь. Где-нибудь вот здесь. Вот так. О, у меня даже еще пращи есть. Надо бы сейчас, чтобы хашки нас не догнали артиллери. Поэтому пламенный выстрел в них. Недооценил я комп. Я забыл, что в Атиле они реально стали умнее. Они реально перестали очень глупые ошибки совершать. Они все еще совершают массу ошибок, но такие невероятно фантастические тупые ошибки они перестали совершать. Судя по всему, остались мы без артиллерии, но это не страшно. Не нужно вам сюда въезжать. Ой, да хватит пытаться подраться со мной. Я же тебя все равно отгоню, комп. Ну ты чего? Ну ты чего? Так, все. Восстановили порядок в войсках. Сейчас мы будем разбираться с компом. Это не займет у нас много времени. Армия у нас гораздо более крутая. Катапульт я бы все-таки хотел вытащить отсюда. Опустить пикили. Байк фаланкс. Сейчас мне очень интересно. Конечно, это комментаторские копейщики, довольно неплохие ребята, но фалангу в лоб они не вскроют. До этого им еще ой, как далеко. Так, возьмите катапульты. Арбалеты мы выставляем вот так. Так, генерала поближе для моральки. Прощи, куда-нибудь вот сюда. Вам можно отойти. Вам можно и помочь. Вам можно и помочь. Вам можно и помочь. Артиллерия. О, арбалеты. В кого можем пострелять? Пока ни в кого. Давайте выйдем вот сюда и постреляем. Вы сюда. Вы сюда. Вы пока никуда. Вы сюда. Потихонечку они, наверное, могут нас продавить на меду. Но это не критично. Арбалеты. Нужно перебить вот этих ребят. Пламенным выстрелом на белки на автокаст. Вы встаньте перед ними чисто для защиты. Вы тоже стреляйте сюда. Ты руби генерала, ты руби генерала. Ты езжай сюда. Ты пошевеливайся. Прощи, я забыл свой косяк. Арбалеты мои тоже чудеса творят. Здесь драться с генералом смысла нет. Вам приказано чаржить генерала. Вам приказано помочь. Вам приказано ехать сюда. Так, уланский отряд. Че? А. Вам нужно убить вот этих ребят. Арбы. Арбы, арбы, арбы. Вот сюда. Что-то арбы как-то плохо себя ведут, честно говоря. Вы сюда. Вы оба в атаку. Здесь смяли, здесь смяли, здесь смяли. Ну, все нормально. В общем, бой-то уже мы на победки довели, можно так сказать. Можно стрелять обычными стрелами куда-нибудь вот сюда. Вы вот сюда. И давайте тяжелым выстрелом. Это римляне, они должны быть тяжело бронированы. Поэтому, скорее всего, тяжелый выстрел нам тут пригодится. 64, 51, 77 фрагов. Неплохо. Ну и, в принципе, все. Римляне у нас заканчиваются. Еще немножко бегают, наверное, германский боевой отряд. Но сейчас они тоже закончатся очень быстро. И потом настанет этап, когда мы кавалерии будем добивать все живое. Но это уже приятные мелочи. Так, арбалеты. Арбалеты. Вам нужно убить копейщиков. Вам можно здесь не драться. И ударить в тыл. Генерала надо слегка притормозить. Поэтому специально обученный прощи. Вам убить. Вам подставить щиты под огонь. Как стрим не лагает? У меня на планшете что-то пролагиваться стало. Как у вас идет, ребят? Нормально все? Проспал, проспал, проспал. Ну, ничего страшного не произошло. В принципе, всех ремлян мы тут перебили. Чуть-чуть поглубже я их ставлю, чем привычные два ряда по ширине. Чтобы расширить чардж. КВ1 бегаю в эту сторону, чтобы генерал его начал меня преследовать. И удар ему пришелся. Чардж к нему пришелся в тыл. Помимо того, что он будет игнорировать щит, он еще и даст минус 9 морали на атаку. Вроде бы генерала мы добили. Ой, да. Да идите вы в жопу. Пф, начал перестраиваться в момент удара. Не самая лучшая идея, когда вы встречаете кавалерию. Еще мгновение, и мы победим. Еще мгновение, и мы победим. Мы уже победили. О, милостивые боги. Сейчас быстренько догоняем кавой. Нормально идет, да, спасибо, спасибо. А у меня что-то планшет не хочет показывать все как положено. Пум-пум-пум-пум-пум. Все, осталось добегать кавой. Убить генерала, например, гарантированно. Раз, два, три, четыре. А у меня должно быть... Да, у меня четыре кавалерии было, пять. Видимо, одну я просрал. Ну ладно, не будем вымучиваться. Завершаем битву решительная. Я хотел героическую. Не уважает меня комп. Потери всего 600 человек. Ну, вообще, многовато. Можно было получше. Если бы вначале арту не проспал, не тупанул. Потом, что, прощами бы не тупанул, арбами бы не тупанул. Кого бы не забыл в паре моментов. Можно было бы в 400. Хо-хо, минус голова. Класс. Решительная победа. Римляне. Выстолавливаем численность. Противник погиб в битве. Так. Маленькая армия. Большая армия. Но та армия может брать города. Давайте мы сформируем из двух армий одну. И одна из них будет уметь брать города. Армия, которая будет брать города. Ей нужна пехота. Так, ладно. Первая армия пусть будет брать города. Соответственно, кава ей не нужна. Арбы. Арбы нужны. И ей нужна пехота. В первую очередь тяжелая пехота. И, наверное, арбы все-таки нужны ей. Еще ей нужна тяжелая пехота. Раз-два, раз-два, три. Пусть будет вот так. Четыре отряда. Так, что ли? Эти берут города. Эти воюют в поле. В принципе, да. Похоже на правду. Ну и все. Конец хода. А, надо прокачать генералов. Или кого-то там. Имплайн, что я его закончу. Здорово, Джисус. Да ничего, нормально. Потихоньку захватываем города. Вспоминаем, как играть в компанию. Я понял, почему я там вижу. Там, походу, где-то ошиваются. Мои лучшие друзья. Политическая обструкция. Нет, мы все-таки назначим его. Конрад повышен ранг. Кто из вас, Конрад? Бальдарик. Альфин. Флорамонт, Эмель Рих. Теудемер. Лидер фракции. Он у нас кто? Он у нас губернатор. Личных генералов из моей семьи у меня нет. Есть Альфин, Конрад, Бальдарик. Хильдефонс. Мячу четверо. Нет. Конрад это губернатор. Конрад и Теудемер, губернатор Фризи. Ага, все понятно. Все понятно. Так, кто там у меня прокачался-то? Какое у меня железо? Джизус, ты можешь пойти ко мне на YouTube. У меня там, если отмотаешь где-то на май, ты видишь, какой комп я собирал. Я собрал себе в итоге за 45к по майскому курсу доллара. Ай-5, 4460, по-моему. Или 45, 4460, по-моему, не ай-5. 8 губернатор оперативки стандарта. Видюху я взял GeForce 960 Strix версия на 2 гига, а не на 4. В принципе, все из основных таких деталей. У меня там полный билд указан с ценами, с тем, где покупал. Можешь посмотреть. Если не найдешь, я тебе потом могу скинуть. Да, вот, на мой взгляд, тоже политики многовато, но вернули бы семейные древа и все. А тут что-то очень много политики. Наверное, когда к ней привыкнешь, она прям в кайф. Я пока не привык, мне в ней тяжело ориентироваться, но я думаю, это нормально. Все-таки игра-то большая и сложная. И факт того, что там взял и разобрался в ней с налета, да, это было бы слишком круто. Так, у римлян есть тут две армии. Врываться к ним в город я не хочу. Поэтому просто мы подождем, пока они что-нибудь сделают. Я надеюсь, что они не рванутся на колонию Агриппина. Здесь все нормально. Надо подкопить деньжат немножечко. Цвета. Цена ремонта. Чтобы бросить поселение СМИ. А я его не могу разрушить, а? Почему я его не могу разрушить? Могу. Ага. Здесь вы пока отдыхаете. Пара пик. Ну, не самая хорошая армия. Кого я могу нанять? Топоры не могу? Почему? Денег, что ли, нет? Почему я не могу нанять его? А, это наемники. Что-то я туплю. А почему я не могу нанимать армию? Потому что я в режиме перемещения. Все. Так, кого я могу нанимать? Мы возьмем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Хотя, зачем? Зачем мне это делать, если у меня у города и так очень приличный гарнизон? Есть мечи, топор, три лука и две кавы. Но, наверное, пригодится все-таки пара пехоты. Приличный. И арбалеты. И этого вполне достаточно, чтобы даже сильную армию, которая к нам подойдет, разбить. Тулефурт нормально. Флев нормально. Ангул. Ангул это наши друзья. Мы его захватывать не будем. Агриппина немножечко проседает по морали. Вся провинция. Взять еще одного генерала. Арана. А могу ли я уже нанять агента? Я еще не построил, да? Рынок-то я тут где-то строю. Да, я строю рыночные лотки, пока еще не могу нанять. Ну ладно. По идее, пока на глобалке у тебя все нормально, твоя внутренняя политика нормальна. Никто не бунтует. Ну да, сложность не очень высокая. Точнее как, сложность как раз-таки высокая. Конрад. Конрад губернатор. Коррупция минус 5, это мне нравится. Авторитет фигня, доход от грабежей. Пусть будет минус коррупция. Да, к высокой сложности мы потом перейдем. Все-таки я почему не люблю легендарку? Потому что мне кажется, там вся сложность за счет того, что компу накидывают кучу-кучу-кучу-кучу денег. И если надерется, например, два одинаковых отряда. Вот я знаю, что на глобалке у компа будет больше армий. Все будут тебя ненавидеть. Ну, эта сложность не качественная, когда реально там появляются какие-то адекватные действия у компа. Союз он против тебя сколачивает. А сложность количественная, когда просто тебя закидывают мясом и дерьмом. На поле боя, вот кстати, отпишите мне, кто специалист. Сложность на поле боя, она на что влияет? Типа на интеллект компьютера? Или вот если взять два одинаковых отряда, там два гастата, то отряд гастатов компа будет сильнее при прочих равных условиях, чем твой. Я знаю, что в классических Рима Мед-2 было так, что на поле боя, когда вы поднимали сложность, ваши отряды начинали отсасывать, при том, что это были те же самые отряды. Как тут? Не знаю. 3000 против 2300. Много копий. На нас напали кто? Галлы? Почему галлы? Это реально галлы, я что-то думал о тримляне. Так, копия, пики, мечи. Бояться нечего. Пехота бояться нечего, пехота бояться нечего. Мы их должны разнести довольно легко. Правда, карта довольно лесная. Кава наша может не развернуться, но ничего. Это надо выигрывать, это не является невероятным боем. Пока нас довольно много на стриме. Надеюсь, кто-то из вас подписан на меня на ютубе. Если нет, то в описании канала у меня есть ссылка. Отправляйтесь. Сейчас, если я не искать, можно просто на ютубе вбить кризит ЛТ. Я буду стримить, наверное, в компанию 2-3 раза в неделю, вечерами. По будням или по выходным, по настроению. Поэтому следите за анонсом. Я буду стараться стрим анонсировать на ютубе. Вешать запланированную трансляцию. Но стримить я буду всегда на Twitch. Все-таки канал мне хочется здесь свой тоже развивать. Так, армия подойдет ко мне слева. Биться я бы предпочел на открытом пространстве. Это просто комфортнее. Вот. Стримить я буду 2-3 раза в неделю, длинными сессиями. А, Джизус нашел видос. Все, отлично, супер. Что бы ни получалось так, я пробовал Франков записывать кампанию там маленькими эпизодами 30-40-50 минут. Но их получается слишком много. И когда играешь один, не общаясь с чатом, все-таки поскушнее. А так повеселее. Да и подсказку можно спросить. А, к легендарной еще и ограничения по камере и паузе в сражениях, которые прилагаются к легендарной сложности. Фу-фу-фу. Но это вообще, конечно, лишнего. Они все ближе. Комп, по-моему, в Аттиле сделал самый большой шаг вперед в плане интеллекта. Реально, если он раньше был полностью ДЦПшный и не умел абсолютно ничего, то в Аттиле он периодически начал что-то там делать адекватное. К сожалению, я пока в кампанию мало играл. Может быть, это на самом деле не так. Может быть, вы меня поправите. Но у меня сложилось такое впечатление, что он совсем перестал какие-то конченые маневры принимать. Так, пехоты у нас нормально полно. Артиллерия тоже есть. Кава есть. О, у нас хорошая армия. Станем как-нибудь вот так. Так, далее. Вы пойдете в резерв. Вас слишком мало, чтобы поставлять переднюю линию. Отряда я терять не хочу. Поэтому вторая линия пик. Вот так. Вы тоже сюда. Генерал сюда. А, у меня еще прощи есть. У-у. У меня еще и прощи есть. Прощи, мы вообще выставим вперед. Кава. Уланам надо как следует раскатиться. У Спайра играет. В арену можно было бы пойти. Каве нужно как следует раскатиться. Поэтому больше на правый фланг. Один отряд. Заныкаем где-нибудь здесь в лесу. Ну, в основном всех направо. Все, распределили. Резерв. За генералами. Даже вот так вот. Все, готово. Ждем, пока к нам придут. Ты как стример? Видел ли я стрим платформу YouTube? Да, видел. Ну, неплохая. Но все-таки, не знаю, мне кажется, проще новых подписчиков, новых зрителей находить на YouTube. Ой, на стриме. Тьфу, блин, на Twitch. Потому что сюда вот я, например, как порой натыкаюсь на хороший стрим, я захожу в игру, которая мне интересна, и смотрю, кто ее транслирует. К одному зашел, ко второму. О, прикольно, интересно. На YouTube, конечно, все то же самое, но как-то, блин. Мне не хочется быть там первопроходцем и пытаться что-то изобрести и развить, да? А где моя артиллерия? О, господи, как она медленно идет. Мне лень заниматься развитием YouTube. Да, там, например, у меня там подписчики канала сразу будут получать оповещения. Но, не знаю, пока мне хочется стримить на Twitch. Это все-таки именно сервис для стримов. YouTube это для вводов, А за стримами надо отправляться на Twitch. Ну, давайте постреляемся. Итак, мы встретим их фалангой. Судя по всему, моя артиллерия так никуда и не доедет. Кава, ё-моё! Что же я так туплю-то, а? Вот я привык, что комп не делает этого. Я привык, что комп слишком тупой. И на этом меня комп все-таки периодически ловит. Успеть бы перестроиться до подхода компа. Было бы неплохо очень. Кава можно уже вывести во фланг. Наверное, все-таки не успею выставить фалангу. Да, это было плохое решение. Так, мы будем стрелять в центр. Мы будем стрелять пламенным выстрелом. Нет, мы будем стрелять обычным снарядом. Пока что ничего смертельного не произошло. Бой не слит. Плюс на ютубе могут быть проблемы с тем... Я часто стримлю, например, когда играю в арену с музыкой. Ютуб может начать ругаться сразу и сказать... О-о-о, копирайт, копирайт. И от этого могут быть проблемы. Поэтому ну во жопу этот ютуб рисковать... Не хочется. Наши войны веку с поля боя. Какой позор! Бой пока довольно легкий. Все, мы замесили в одну кучу. Ух ты, а там еще кто-то есть. Ну и ладно, справимся и с ними. Тем временем моя артиллерия, может быть, дойдет наконец-то. О-о-о, кавалерия все-таки решает на поле боя. Неимоверно. Не умеете играть кавой, не умеете играть тотал вар. Я на... На высоком уровне сложности прохожу сейчас. Это моя первая компания в Атиле. Играю я ее уже полгода. По абсолютному времени. А если, правда, по времени геймплея смотреть, то, наверное... Что, 8. Так, нет смысла кавалерии лезть вперед. Когда у нас есть арбалетчики, которые прекрасно справятся с этой задачей. И перестреляют этот отряд копий. Вам можно сюда. Пики вылечились. Восстанавливайте строй. Копия вылечились. Восстанавливайте строй. Арбалеты перебить копия. Каос прятаться в лес. Вам встать сюда. Ждем вторую волну. Прощи тоже вперед. Немножечко осталось римлян. В принципе, даже обосстанные по морали, они сейчас уже подойдут и разбегутся. Да, я вот, кстати, не думал о том, что на легендарке, учитывая наличие ограничения камеры, могут быть проблемы с тем, чтобы управлять армиями на разных концах карты. Реально ведь это так? Ой, у нас кто-то ожил. Во рта ожила. Надо же. Так, сейчас надо кое-что проверить. Мне кажется, что если мы уберем тени в ноль, то это может очень сильно поднять производительность. Не нравятся мне такие лаги. Красота красотой, но в первую очередь мне нужна плавность, четкость картинки. И без теней вроде бы стало получше. 60 сразу я получил. А так как я ярый-ярый просто представитель PC Master Race, я не могу, когда мне меньше 60, мне сразу хочется чем-нибудь менять. И так, как сильно тормозит игра. Давайте полюбуемся, как они сядут на фалангу. Да уж, лаги приличные. Эй, я кому-то приказал атаковать, если мне не изменяет память. Так, вам уже не надо врубаться в тыл. Там справились. Так, готово, еще одна победка. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Надо добить всех пленных. Какой уровень игры? Высокий уровень сложности. Уровень игры стримера высочайший. Хо-хо. 96, ух ты, сочные ребята. 55, ух ты. 82. Много их там разбежалось, а? А здесь сколько? 93, тоже надо догонять. 40 человек. Надо, да, надо добивать их всех. 64, 76. Ай-яй-яй, как много можем упустить. Я считаю, что надо по дефолту позволять камеру поднимать все-таки повыше. Как это относится к тому, что множество фракций продается вместо старых добрых прошел, открыл новое? Я очень спокойно к этому отношусь. Много фракций штампуют. Ну, смотрите, если это фракции, которые копируют уже существующие, нахрен их покупать, если это очередные германцы, да? Если это фракции, которые реально новые и крутые, то мне не жалко за них заплатить. Я отношусь именно так. В релизной версии игры было вполне достаточно. Ну, блин, я понимаю, что это реальность такова сейчас, да? Без этого мы уже не будем играть. Эти, господи, Creative Assembly, они еще не самые плохие парни в этом смысле. Они выпускают интересные DLC-шки, и последнее только что стоит. Они добавили целую дюну практически сюда, с песчаными фракциями. Да и римская экспедиция была интересная. Ну, нормально я к этому отношусь. За те деньги, которые они просят, блин, ну это вообще копейки. Да, можно начать, да, получить тактический режим, я знаю, но он все-таки не настолько удобный. Мы можем сделать примерно тот же самый тактический режим с этой камерой, правда, с большим количеством тумана. Давайте попробуем повторить его. Эх, не получилось. Вот, народ, мне интересно, отпишитесь те, кто принципиально не покупает DLC. И те, кто их спокойно покупает. Какие у вас вообще мнения? Кто покупает, кто не покупает? Я покупаю. Если я не играю в Total War, я забиваю, оставляю их на будущее. Если же я активно рублюсь, то я беру все сразу по предзаказу, чтобы получить хотя бы скидочку 10% и играть первый день. Противник погиб в битве. Противник погиб в битве. Минус 2 генерала, отлично. Решительная победа. Нечестно, должна была быть героика. Испания из римского язычества перешла в латинское христианство. Интересно. Так, что мы имеем? Еще одна армия. Нифига себе. Много. И генералов можно качать. Первая армия. Ммм, кава. Прокачиваем каву. И тебе мы тоже прокачаем каву. Так, теперь можно было бы, наверное, пойти в атаку на город, на котором... Что у него с... У него довольно приличный, я бы сказал, гарнизон. Что это за иконка вот? А, нет, все, это иконка города. Она просто так наложилась на армию сейчас, что я думал, что вот это вот эта иконка рядом с армией какая-то непонятная. Кстати, если кто не знает, сейчас идет распродажа Humble Bundle. Это такая, типа, натянная на благотворительность. Система скидок, так скажем. И там можно по очень неплохой цене сейчас взять... Но если вы заплатите 15 долларов, вы получите второй рим со всеми DLC. Первый сёгун, первый медивол, второй медивол империю со всеми DLC. Ключ на арену. И еще что-то. О, шах проснулся. В общем, довольно интересная сделка. У меня на ютубе есть видео на эту тему. Можете просто загуглить Humble Bundle. Даже по-русски написать. Я думаю, вас Google выведет куда надо. И вы увидите условия, какие игры вы получите. Но так можно заплатить буквально 2 бакса и получить... То ли первый медивол империю, то ли первый сёгун империю. В общем, дело стоящее. Я в итоге заплатил по средней цене, чтобы получить бафы на арену и так далее. Так, мы разбили очень неплохо армии галлов. Но по идее сейчас они должны брать и мириться со мной хотеть. Было бы логично с их стороны. У них осталось совсем немножко сил. Один регион у них остался. Сколько у меня регионов? Я кто вообще? Я франки? А почему у меня здесь нет, а? Мне надо идти куда-то и смотреть, сколько у меня регионов. Регионы 4, провинции 0, столица Флев. Среднее состояние. Герменское язычество, арианство, кельское язычество, Новое царство. Ух, много всего. Вообще, конечно, в цивилизацию я играл совсем немного. О, здоровый Space с возвращением. В цивилизацию я играл совсем немножко. В четвертую чуть-чуть порубился. И пятую. Пятую у меня есть со всеми DLC, купленная на благочисленных распродавах в Стиме. Но как-то я у нее совсем не пригнал. Знаешь, это дико затягивающая штука. Но как только начинаешь в нее играть, и при этом ты новичок, там столько информации валится, что просто офигеть. Наверное, я бы даже в тоталвар не смог так начать. Ну, в тоталваре есть то, что цепляется сразу, да? Ты видишь практический бой. Как я на каком-то видео рассуждал, как посадить человека на тоталвар. Даешь ему слона и идешь топтать крестьян. Лена, я тебя давал топтать крестьян? Да, вот тут даже девушки на это подсаживают. Это же круто. Это круто. Он со мной соглашается. В общем, в тоталваре есть, чем зацепить человека сразу. Да, показать ему красоту, потом сказать, иди разбирайся с глобалкой. В Циве. Ну, она может попроще для начинающего. Не знаю. Так, ладно, сейчас нам нужно с двух сторон двигаться на эту провинцию. С двух сторон почему? Чтобы эта армия не ломанулась ни на Гриппина, ни на Августа. К тому же мы слегка восстановим мораль в этих городах. Нужно мне 7000 золота. Давайте мы его немножко подкопим. Что у нас с финансами? О, цели, точно, тут же миссии есть, е-мое. Продержаться до весны 420-го. У нас осень 406-го, еще долго. Введите войну с тремя фракциями одновременно. Готово. Это готово. Возведите два или более построек из следующего списка. Нужно возвести какую-нибудь священную рощу. А что мы возводим здесь? Мы возводим германский мингир. И, по-моему, сейчас мы этот квест закроем. Стоп, не туда нажал. Да, мы возведем и получим 1000 монет. Супер. Эту технологию изучили. И выполните не менее трех политических действий, в том числе следующие. Собрать поддержку, похитить средства, заказное убийство, снизить популярность. Так, давайте соберем кому-нибудь поддержку. Как это у нас делается? Реально, как это у нас делается? По-моему, здесь отбывали всякие кнопочки возможных политических действий. Так, чат, ну-ка, активизировались. Мне нужна подсказка, как сделать политические действия. По-моему, ты просто выделяешь нужного чувака. А, вот все. Все, чат, успокойтесь, успокойтесь. Здорово, хеллплеер. Так, мне нужны какие действия? Заказное убийство не хочу, снизить популярность, похитить средства. Давайте соберем поддержку. Заказное убийство, снизить популярность. Спечет верность, установить. Давайте попробуем. Так, очки влияния 164. Попробуем похитить средства. Окей, и кто у меня еще есть? У меня еще никого больше нет. Я больше никем не могу это делать. Только, получается, эти кнопки есть только у членов семьи. Фу, отстой. А у меня член семьи-то только один. И, по-моему, он еще вообще довольно плодовитый. Аделина.хладионсын14 скоро будет. Ита дочь, 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 дочь. Ну, ладно, скоро будет еще один человек в нашей семье. А пока мы только тудемером будем делать политические действия. Конец хода. Хилдефонс, это кто? Полководец. Это где? Ага, здесь. Давайте быстренько его качнем. Кота Учича, спасибо за подписку. Так, ты у нас полководец, который сидит на жопе. Поэтому тебе нужно какую-нибудь стоимость строительства, коррупцию и прочую фигню. Готово. У Жон тоже есть? О, интересно. Слушай, посмотрю, спасибо. Но поздновато увидел этот совет. Тем временем, время-то сколько у нас уже? 8.16. Ну, я гарантирую, что еще минимум 45 минут я тут буду. А потом я, может быть, убегу в арену. Или ведьмака третьего. Ведьмака привык играть на выходных, но в итоге... Вчера не поиграл, сегодня буквально часа два всего поиграл. Дела делал весь день. А, Джизус, не понял тебя, почему ты прослезился? У тебя, типа, это все есть или что? Кота Учиха, окей. Лучше Кота. Хорошо, хорошо. Буду называть тебя Кота. Окей, договорились. Так. Меня, 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 меня. Штурмуют. Авторасчет штурма. Мы этот город отдадим, потом тут же перехватим. Тысяча человек будет сидеть на город без стен, не страшно. Или... А, они нас только разграбили, сволочи. Один из наших союзников... Один из наших поднанных хочет жениться на своем возлюбленном. Разрешите. Да... Визигарда, Альфи... Да почему? Нет, пусть. Мне не жалко. Средства присвоены. Ху-ху. Так, мы на один шаг ближе к квестам. Ага, задание еще одно выполнено. Это выполнено. Игра не виси. Нет, только не вылет. Игра не висит.